Всем привет! Я продолжаю палеточный тег, но это тег про палетки для лица. Конечно, не все вопросы про палетки теней подходят для палеток для лица, но я как-то некоторые решила все-таки подогнать и сразу начнем. Итак, самая новая палетка. Это с палетками для лица, кстати, было сложнее, чем с палетками для теней, потому что из-за того, что мы должны носить маски, я решила не особенно смотреть на что-то для лица, пользоваться тем, что есть. Последний раз, когда я что-то купила, было в марте. И это была палетка от бренда Profusion, которая называется Highlight & Contour. Палетка мне понравилась. Если хотите, у меня есть видео на канале, где я пользуюсь ей, и еще там одной палеткой для теней, я оставлю ссылку на то видео. Видео палетка действительно хорошая. Здесь кое-что есть, что мне, в принципе, не очень подходит. Это вот, например, этот цвет, и не сказала бы, что я часто этим пользуюсь, но вот это вот все остальное мне здесь очень нравится, очень клевая палетка. Но если бы у меня не было, наверное, такого большого разнообразия, я бы, наверное, ей почаще бы пользовалась и периодически достаю, но я тут стараюсь, опять же, ротацию устраивать. Самая старая палетка для лица, и это прелестная маленькая палеточка от бренда Rimmel. Я, естественно, взяла минимум тройки, потому что двойки уже, я не знаю, мне кажется, это не настолько вредки для лица, а вот с тройки я начала. Это Rimmel. Это Rimmel именно в оттенке 002. Это та палетка, которая в коллаборации с Kate Moss, и она у меня, мне кажется, это вообще моя самая первая палетка для лица, потому что до того, как я ее купила, я как-то насторожно относилась к ним, и не то чтобы насторожно, я практически только румяными и пользовалась, потому что я когда попыталась что-то использовать, там, хайлайтер, бронзер, но у меня как-то это так все плохо пошло, что я решила, ладно, я буду продолжать румянами пользоваться. Пользовалась только румянами, а потом немножечко потихонечку я стала что-то еще пробовать, и вот моя первая палетка была вот эта. Я, наверное, ее купила в 2017 году летом, и до сих пор она мне очень нравится, она очень клевая, ее клево брать с собой, я ее в последний раз, когда куда-то ездила, я ее именно и брала с собой. Самая дорогая палетка для лица. Не точная информация, но мне кажется, что вот эта палетка от бренда Too Faced, которая называется Natural Face, я ее еще заказала тогда, она мне, кстати, по-моему, вторая палетка для лица, кстати, да, я ее заказала еще тогда, какая она тяжелая, когда можно было с Культа Бьюти заказывать Too Faced. Можно было, в принципе, заказать что-нибудь другое, мне кажется, но я не знала, что они к нам потом тоже привезут, долго ее как-то не было, но потом привезли. По цене я даже не скажу, мне кажется, Too Faced у нас, в всяком случае, до вот этого кризиса, стоил более-менее нормально, не знаю, как сейчас они будут менять цены. Палетка, конечно, суперская и клево пахнет, она потрясно выглядит, у нее офигенная упаковка, она выглядит, наверное, мне кажется, что ни одна палетка у меня не выглядит настолько роскошно, как и эта палетка. Даже, кстати, ни одна палетка с ней так не выглядит. Ну, вообще, Too Faced они умеют, они умеют создать роскошь. Здесь единственный недостаток, наверное, для меня, это вот эти два хайлайтера, которые слишком разноцветные. А все остальное, конечно, здесь клевое. Я не знаю, я сначала ей прям много пользовалась, прям полностью, потом из-за этих хайлайтеров как-то все меньше и меньше. И мне еще, кстати, с одной стороны палетка очень красивая упаковка, но она очень нестабильна, и я храню так вертикально в ящике, и у меня, в общем, если я рядом стоящую палетку уберу, то она начинает заваливаться. И она может даже, из-за того, что она тяжелая, она может завалить и все остальные. Как бы она очень красивая, но она очень нефункциональная, такая вот пухленькая, но красивая. Самая бюджетная палетка. Тут опять тоже были сложности, потому что у меня много бюджетных палеток, но я нашла кое-что, за сколько я купила. И я покупала на сайте Wildberries вот эту палетку от бренда Belor Design, и получается, что она действительно дешевле всего мне вышла. Она вышла меньше 300 рублей, она вышла где-то 250, что-то такое. У меня это тон 1, она достаточно универсальная, хотя здесь всего лишь три оттенка, но здесь скульптор, здесь не бронзер. И для меня это уже вообще супер. И румяный хайлайтер, и скульптор, все, больше не надо. Это бронзер, я могу без него обойтись. Мне она очень нравится, она не сильно пигментированная, но она не настолько не сильно пигментированная, чтобы нужно было прям серьезно возиться. Очень здоровская палетка, и к тому же она недорогая. Я думаю, что ее, наверное, иногда и дешевле даже можно купить. Ну, суперская палетка. Кстати, я напомню, у меня есть целых два видео про все мои палетки для лица. У меня есть одно видео, которое у меня вышло, когда только начался мой канал. Там я рассказывала про палетки, которые были тогда. И у меня относительно недавно, там месяц или два назад, вышло второе видео. Мне кажется, месяц назад второе видео, где я рассказала про новые палетки для лица. Я оставлю на оба видео ссылки, потому что все эти палетки, естественно, там разбираются подробнее. Палетка на каждый день. Ну, это безусловно. Хотя я пыталась выбрать какую-нибудь другую, может быть. Это палетка от бренда Smashbox, которая называется Cali Contour. Единственная в своем роде палетка, в ней есть просто все, что нужно для лица. Все, абсолютно. Есть скульптор, есть пудра, есть хайлайтер, есть два бронзера, кому-то это тоже будет как хайлайтер. И есть румяна. Есть все в одном. У меня нет ни одной палетки, в которой действительно все так. Есть те, которые как-то приближаются, но все равно на лице получается не то. Вот эта палетка 100% на каждый день. Я ее чаще всего пользуюсь. Я, кстати, веду статистику и по палеткам для лица. И она у меня в прошлом году победила, как чаще всего используемая палетка. В этом году не знаю как. Но каждый раз, когда я тороплюсь или не продумала, как я собираюсь накрасить свое лицо, я ее беру. Потому что я знаю, что все будет хорошо с ней. И сочетание каждого оттенка между собой дает прекрасный вообще эффект. Это суперская палетка. Кроме того, что она на каждый день, ну, я думаю, что вы можете догадаться уже, какой еще пункт она займет. Самая разноцветная или как это? Самая яркая палетка. Ну, как бы для лица это, наверное, не очень подходит, потому что это больше подходит для теней. Но я все-таки нашла такую, потому что я думаю, что да, это палетка для лица, которая действительно самая разноцветная. Вот эта палетка от бренда Sephora, которая называется Holographic Face and Cheek Palette. Типа лицо и щеки, а щеки разве не на лице? Ну, ладно. Здесь хайлайтеры разноцветные, здесь разноцветные румяна. Конечно, это не смотрится все так бабах на лице. Если растушевать, даже вот этот супер яркий оттенок, он не смотрится прям таким. Ну, смотря, конечно, как вы его нанесете, можно его наслоить, и он будет так смотреться. Но если растушевать, все вообще суперски смотрится. Действительно, самая, наверное, разноцветная палетка. С ней, конечно, получается все-таки не такой уж разноцветный макияж лица, но тем не менее, она действительно самая разноцветная. Самая маленькая палетка. И я выбираю вот эту палетку, самую маленькую. Это бренда Balm. Это палетка, которая называется Otto Balm. Она, палетка в дорогу, я даже брала ее в дорогу. Она как бы с одной стороны палетка и для лица, и для глаз. Но я скажу, что для глаз она не особенно. Здесь достаточно плохие вот эти тени, или недостаточно хорошие эти тени, особенно вот этот оттенок такой. Но хайлайтер здесь ничего так. И румяна здесь вообще прекрасные. Я даже думала, может их вытащить отсюда, но решила, что оставлю так. Кстати, это все типа выглядит в виде водительских прав. Но это, в общем, палетка для лица все-таки. Я когда ее брала с собой, я не пользовалась этими тенями, я пользовалась только этим и этим. Хотя думала, что я с тенями тоже, может быть, воспользуюсь, но нет. Ну так что можно назвать, что это самая маленькая моя палетка для лица, потому что все остальное, оно примерно одинакового размера. Тут так же, как, например, Белор Дизайн. Вот они вот такие, да, там Риммель чуть поменьше, Белор Дизайн чуть побольше. Вот это все же поменьше всех. И я решила ее выбрать как самую маленькую палетку для лица. Логически, самая большая палетка для лица. Следующий пункт. И вы знаете, я чуть не забыла про существование этой палетки. Это очень странно, потому что в прошлом году я тоже очень часто ей пользовалась. Это палетка от бренда Smashbox, которая называется Holy Days. И она в такой огромной упаковке. Сейчас. Мое самое первое видео на этом канале было как раз, когда я крашусь этой палеткой. Вот такая огромнейшая палетка. Она по качеству мне очень нравится, но она не настолько универсальная, потому что здесь румяна, как бы, это не румяна. Здесь они все-таки хайлайтеры. Ну, они, конечно, дают какую-то такую розовинку, но они все же сияют. И мне всегда хочется прям настолько сияющей румяны, поэтому она не до конца полноценна. Хотя, когда она у меня стояла, то есть она была у меня на столе, она у меня не была убрана в ящик, я ей очень часто пользовалась. Чаще иногда даже, чем вот этой, потому что это нужно было достать из ящика, а эта уже у меня под рукой была всегда, и я ей часто очень пользовалась. Здесь клевый скульптор, все клево, но она действительно большая. Сейчас держу, у меня устала рука. Но серьезно, самая большая, вот если сравнить с этой, да, то есть она серьезно очень большая. Кстати, вот что касается цен, я еще думала, что они, может быть, стоят по цене так же, как палетка от Too Faced, но не знаю. Мне кажется, что я брала по каким-то скидкам. Может быть, я, кстати, все же больше за них заплатила, но я, не знаю, я решила, что не буду про них говорить, как про самые дорогие. Зато это самая большая, видите, какая огромная палетка. Да, и рисунок здесь, он, вообще, эта серия сделана в коллаборации с художницей одной. Smashbox любит эти коллаборации с художниками, у них, у меня еще есть одна палетка, где тоже коллаборация. Я не помню, как зовут эту художницу, у меня здесь не написано, может быть, я укажу потом, когда буду монтировать, но очень красивая палетка сверху. Вот, открывайте, она достаточно простая. Девятый пункт. Лучшие воспоминания. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня палетки для лица не вызывают никаких таких эмоций, там, воспоминаний, ничего такого. Если с палетками теней у меня есть, там, история какая-то эмоциональная, то с палетками для лица нет. Я ничего не выигрывала, ни в каких конкурсах, ничего, не знаю, не было такого, что у меня были какие-то там события с этой палеткой, поэтому я, к сожалению, пропущу этот пункт. Я даже не смогла, знаете, как-нибудь искусственно хоть что-нибудь здесь показать, я не знаю даже, что говорить, поэтому, к сожалению, девятый пункт я просто пропускаю. Десятый пункт стоит хайпа. И я, наверное, скажу о двух палетках, потому что я не знаю, какую из них выбрать. Может быть, в принципе, одну можно было. Ну, давайте так. Сначала это палетка вот эта, бренд Urban Decay, палетка Naked, и еще про эту хотела сказать, потому что это тоже Urban Decay, но только уже другая коллекция. Ну, больше всего про эту. Скажу, что действительно я постоянно сталкивалась с тем, что хвалят палетки для лица от Urban Decay, и мне попадались и статьи, то есть печатные какие-то блоги, и мне попадалось в видео, постоянно упоминали средства для лица от бренда Urban Decay, особенно из всякие палетки. И когда я купила эту палетку, потому что у меня тогда было время, когда я прям сильно сосредоточилась на палетках для лица, я поняла, что понятно все. В общем, я поняла, почему их так любят эти палетки, потому что здесь очень клевая подборка между собой, они все очень хорошо сочетаются и очень красиво смотрятся на лице. Та же история и с этой палеткой. Я не успела, конечно, посмотреть, чтобы кто-то хайпил много. Мне кажется, вообще Urban Decay сейчас как-то меньше упоминается, люди как-то поспокойнее стали к этому бренду относиться, он все же остался в своей какой-то такой нюдовой нише, я не знаю. Ну, как-то мало про Urban Decay говорят, я не помню, чтобы особенно хвалили. Из этой, кстати, линейки их, которая называется Stay Naked, больше всего хвалят тональный. А про вот это я что-то не припомню. У меня есть обзор на эту палетку и там еще тональный, я оставлю ссылку там, когда я первый раз попробовала, мне все понравилось, я вам сразу скажу. И да, я скажу, что все-таки стоит хайпа. Наверное, средства для лица, вот эти пудры, особенно цветные, у Urban Decay действительно хорошие. Обычные пудры я не пробовала, некоторые хвалят, некоторые не хвалят, но для лица действительно хорошая штука. Так что стоит хайпа. А вот что не стоит хайпа, это то, что я постоянно ругаю себя на канале. Палетка от бренда Lamelle. Серьезно был хайп, потому что я постоянно видела, как люди хвалят. И хотя я относилась скептически к этому бренду, потому что он у меня ассоциировался, знаете, ну, с чем-то действительно не очень хорошего качества. Когда начали нахваливать все вот эту палетку, причем я не знаю, был ли это там типа пиар, или люди сами хвалили, непонятно было, но я прислушивалась к мнению некоторых. Я думаю, он так все хвалит, я хочу ее попробовать, мне прям интересно. Хотя я понимала, что бренда не очень, но и я скажу, что мне вообще не понравилась она, и можно ей пользоваться, я согласна. Но это как-то не в удовольствии, что ли, и не всегда получается. Иногда что-то получается, а иногда ты бесишься, пока ей накрасишься. Поэтому я не могу понять, почему так хвалят ее. Продолжают хвалить, говорить, что хорошее. Не знаю, что в ней хорошего. Хайп есть, продукт плохой. Любимая палетка любимого бренда. Когда я рассказывала про палетки для лица, и этот пункт освещала, я говорила, что у меня любимый бренд из бюджета, это Makeup Revolution, из дорогого сегмента, это Nars. Но там я, кстати, у них не выбрала любимую палетку. К сожалению, у меня нет палеток от Nars. У меня есть двоечка, даже две у меня есть двоечки. Но двоечки я сюда не включаю. Одна из них это Olympia, и это очень хорошая штука. Особенно, конечно, этот сам цвет, потому что для меня это что-то такое два в одном. И румяна, и скульптор. Если я супер спешу, то есть, вернее, знаете как, если я слишком долго красила глаза, и мне не остается времени накрасить лицо, я беру ее, просто делаю, знаете, как бы вот что-то такое все этим одним цветом, и у меня получается, я типа немного румян и немного скульптора два в одном, как-то так. Ну, вот этот оттенок не очень, он может быть на все лицо еще ничего, но я изначально хотела его, кстати, для того, чтобы закреплять пудру. Я думала, о, класс, и закреплять, и скульптор румяна, но он сушит, наверное, матирует, я не знаю. Еще есть одна двоечка, не знаю. В принципе, я сейчас не собиралась, они у меня не попадают сюда, но я все равно про них поговорю. И еще двоечка, это миниатюра, наверное, которая у очень многих есть, она называется Orgasm. Тут и румяна Orgasm, и хайлайтер Orgasm, да, который типа бронзер. Вообще, у Nars ведь очень много клевых палеток для лица, но так ни разу я ничего не купила, потому что, как только мне что-то понравится, я не успевала, распродавали, либо приходила, оно стоило без скидок. Ну, а вы знаете, Nars без скидок стоит капец как дорого, и я не помню, чтобы я хоть что-то покупала у Nars без скидок. Значит, все, я возвращаюсь к Makeup Revolution. Моя любимая палетка для лица от бренда Makeup Revolution, это вот эта, которая называется Contour Kit. Я действительно считаю, что она супер. Я к ней бесконечно долго придираюсь, но она мне столько давала. Просто в прошлом году у нас был ремонт, и мне пришлось всю свою косметику, в общем, отодвинуть, и я не могла нормально доставать, в общем, все из своих ящиков. И я только вынула там то, что я решила, что мне действительно нужно, то есть мало чего. И тогда эта палетка и палетка там теней от бренда Focalure, они, в общем, меня реально выручали, потому что целый месяц я красилась этой палеткой. Ну, там не прям месяц, там, по-моему, 20 с чем-то дней. Но суть в том, что я не чувствовала, что мне чего-то не хватает. Я понимала, что эта палетка мне дает все, просто все. Я ей полностью делала лицо. Ну, и я какие-то румяна достала, какую-то однушку, поэтому у меня к ней такая любовь к этой палетке. Я считаю, что действительно удачная, и несмотря на то, что это попытка сделать похожую палетку на палетку от Анастасии Беверли-Хиллз, я считаю, что это все равно хорошая палетка. Она, наверное, не такая, как у Анастасии Беверли-Хиллз. Все же на ощупь, да, я еще раз это скажу, я ее люблю. Я считаю, что это действительно очень удачная палетка у бренда. И чаще всего используемая палетка, я уже о ней говорила, потому что я действительно ей очень часто пользовалась, и по статистике, и по моим ощущениям, и вообще, это палетка от бренда Smashbox, которая называется Cali Contour. Все равно я ее очень люблю, она меня постоянно выручает, я ей часто-часто пользуюсь, прям серьезно часто. Действительно, это чаще всего используемая палетка, она занимает пункт 13. Ну и все, с одной стороны все, а с другой стороны я хотела бы все-таки пригласить тех, у кого тоже много палеток для лица, хотя я думаю, что не так много таких любителей палеток для лица, но тем не менее, если у вас есть хотя бы 10, мне кажется, потому что про 10 тоже можно говорить по 13 пунктам, я вас приглашаю, если вы не хотите делать видео, вы можете просто на некоторые пункты ответить внизу, и вообще, в принципе, как вы относитесь к палеткам для лица, я всегда задаю этот вопрос, когда говорю про палетки для лица, потому что он всегда актуален. А на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось, но подписывайтесь, если еще не подписались, всем спасибо за внимание, пока!